Где мой сладкий мальчик? Казимама, я покушал, всё. Вот мисочка пустая, вылезала, всё. Я сегодня, знаете, так, готовлю, на что моих сил хватает. Вот, компот сварила, потому что нужно ехать в магазин, у нас вот такая вот вода заканчивается уже, всё закончилось там, всё пусто. А у меня вообще нет сил. Компот сварила, муж любит это с собой брать на работу, ну, типа не компот, он компоты не пьёт, он хочет, вот, или колу, или сладкую воду, или минералку. В общем, у меня сил просто нет сегодня. У меня бессонница опять началась, картошка сварилась с чесночком, со специями. Сейчас запеку рыбные палочки и селе рыбнее. Я всегда запасаю, чтобы так, побыстричку. Это мои огурчики с огорода. И, возможно, сделаю какой-то салат. Сейчас нужно всё это спрятать. У меня как-то вообще сил нет никаких в последнее время. Это вот тоже с огорода. Посуду разгрузила, посудомойку. Спрей закончился. Записала. Нужно купить бусинка. Что ты хочешь, маленький? Что ты? Он любит, кстати, рыбные палочки. Сейчас они приготовятся. Я уже косточек не могу ему дать. Он сегодня съел свою порцию. Бусянька, потерпи. Будут палочки рыбные. Он их любит. Я ему дам. Вот такой вот. Вот, я его искала. Он у меня дома просидел два дня. Как мне его выпустить на улицу? Это ж типа как кузнечик. Он не кусается, наверное. Может, в руку возьму аккуратно. О! Блин! Надо две руки. Все, я его поймала. Он за шторку зацепился. Еле отодрала. Давай-ка, пошли гулять. Ой, 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 ой. Ой, вылазит. Ой, бля. Давай, иди отсюда. Ой, 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 ой. Я боялась, что он дома вылезет. Все, все, воля, простор. Все, полетел на листочке. И полетел, полетел. Слюни свои не оставил у меня на руке. У нас тепло. Ой, спасибо всем, кто мне про герань рассказал. Надо будет думать, куда на зиму ее разместить. Может быть, есть такие специальные подставки для цветов. Не знаю. Одно дело, если она на улице, а дома все-таки это мусор, земля, грязь, блин. Так, мы и пошли гулять. Муж менял масло в машине и смотрю, машины возле дома нет. Как бы там опять ремонт ему не понадобился. Все, по огурцам. Вот один, вот этот вот. Так, у меня этот ремешок мешает мне. Вот этот. Вот один и вот один. Все, больше не вижу. Ладно, и на этом спасибо. Где ты был? Где ты был? Рассказывай, какал? Буся ходил писать и какать. Где ты был? И на чужих собак были ходить. Я видела, там шел ротвейлер. Вы с ним не столкнулись? Нет, с ротвейлером мы не столкнулись. Он на другую начал кидаться. Да, ладно, мне кофе. Ой, куда ты пошел? Господи, ураган. Нет, ты косточку уже получал свою. Стоп, стоп. Ну, на тебе вот рыбу кусок. Лови и сюда раздевайся. Палочку рыбу, ну ты любишь их. С машины. С машины. Ну, с машиной чинят машину. А что опять с машиной? Ты же помнишь, я тебе рассказывал, что я ударился об бордюр и колесо пробил. От этого удара согнулась рулевая тяга. Надо менять рулевую тягу. Подняли машину на подъемник, рулевая тяга изогнута. Надо заказать запчасть, поменять запчасть. После этого нужно сделать регулировку развала схождения колес. Все это займет часа четыре. Прелестно. Пришел пешком, весь мокрый. Спина мокрая, куртка мокрая. У меня кофе. Ты же говорил, только масло поменяешь. Так я думал, что масло. Когда подняли машину, я сказал, что у меня проблемы были. Руль колотится во время движения. Это из-за того, что колесо, наверное, не отбалансировано. Еду прямо, руль отпускаю, машина сама влево едет. Там что-то согнулось. И она стала... То есть ты сегодня опять не работаешь, да? Ну почему? Я бы хотел, если бы ее сделали сейчас. Я бы поехал. То есть мне нужно собираться, чтобы тебя отвезти туда? Ну конечно, тебе надо, чтобы ты меня свозила, когда мне позвонят. Вот прелестно просто. Ну я могу пешком пойти опять, мне пофиг. А где это? Я не дойду. Там, где всегда, Света. Там, куда ты меня возишь всегда. Там, где всегда машину, куда мы возим. Фиддакс этот, да? Фредерик, да, Фреддрик. Я поняла. Компот вчера варила. Вот, перелила немножко. Так, кофе у меня. Вот такой компот красивый получился. Я замораживаю фрукты. Картошечка вчерашняя. Мешает мне вот эта фигня. Кастрюля старая, пристарая, еще из Детройта. Я ее не выбрасываю, она удобная, потому что это мне знакомая принесла. Потому что я сюда приехала, естественно, без посуды. И мне так люди приносили старую посуду свою. Она высокая и не очень широкая. Удобно в холодильнике. Буся, ну-ка, отвали, а? И что еще? Салат из капусты делала. Красная капуста, чеснок, майонез. Что тебе мешает мне это? Веревочка, на тебе еще, на. Он уже дентал-косточку получил. Там есть норма. Ой, блин. Ну, дентал нельзя много давать. Есть норма. Мы ее напополам делим. Это для больших собак. Вот. Есть еще другие косточки, нужно достать из холодильника. Даю ему рыбные палочки. Господи, кофе хочу выпить, наконец-то, нормально. Сколько этот ремонт очередной? Будет 850 долларов. Офигеть. Я тебе про другое хотел рассказать. Разувайся, дом мыло. Так иди садись, я садись. Это я коврик подсушиваю. Садись, садись. Ну, чтоб мне там не сидеть без дела, я взял с собой пачку документов. Кайзера, начал звонить у Кайзера, насчет твоего dental insurance. Да, вот я хотела спросить. Дозвонился я в эту health care, blue cross blue shield. Дозвонился. На буси. Спросил у них, что у тебя делается с твоим аккаунтом. Она залезла, опять спросила дату твоего рождения, адрес, zip-код, фамилию, имя. Все проспоила и все дал. Она говорит, да, она уже внесена в компьютер. Я говорю, так слава богу, уже дело движется потихоньку. На прошлой неделе я звонил, ее еще не было. Наверное, те люди добавили ее. Ну, а теперь, что дальше делать надо? Я бы хотел произвести оплату. Она говорит, не, я оплатами не занимаю. Это надо другой телефон, я вам тебе дам номер телефона. Я говорю, как нам активизировать аккаунт? Она говорит, ну, у вас все написано, что она зарегистрирована только на сайте, ну, на этом, на компьютере. Ну, хорошо, ну, короче, говори, у меня кожа. Короче, говорю, что нужно опять звонить к Виктору, я опять к нему звонил. Она сказала, чтобы была полная активизация, они еще должны добавить какой-то групп, номер какой-то, 99D1. Эта информация у них не прошла, куда тебя добавлять. Я к нему позвонил и сказал, что добавьте, составьте петицию, отправьте им туда, чтобы ее включили в эту группу. Виктору звонил этому? Да, оставил ему сообщение. Я говорю, перезвоните мне, когда что-то сделаете, или сообщите мне, или свете, или позвоните. Ну, короче, на этом все. А, еще самое главное, что я заказал тебе карточку. Она сказала, да, вот мы уже можем сейчас заказать карточку, отпечатать ее, будет твоя карточка с твоим именем. Дурдом, короче. У меня какой-то там будет написано, что это у тебя дентл, и ее пришлют по почте. А деньги я еще не звонил. А Виктор тебе не ответил? Ну, откуда он мне может ответить, если я только что ему час назад звонил? Ну, это понятно. Он же очень занят. Я не знаю, в то время, когда я ему диктовал сообщение, у меня какой-то звонок начал пробиваться. А я не могу найти, где эта кнопка, чтобы вторую линию включить. И все, и все стихло. Я ему повторно позвонил, опять повторно оставил сообщение. Это, может, кто-то другой звонил. Я шел домой пешком, у меня опять звонок. Я думаю, может, он звонит. Смотрю, не написано, что ли. Ладно, ладно. Так долго говоришь, я хочу кофе. Не хотите развести меня опять. В смысле? Ну, какие-то хуи звонят. Говорят, у нас над вас, на вас у нас полицейский репорт о том, что вы там что-то это самое. Я говорю, что вы говорите такое? Ну, мы типа лоерская компания, мы хотели, если хотите, мы вас можем защитить от этого. Кошмар. Я говорю, я никаких проблем с полицией не имею. До свидания. Какой кошмар. Видишь, на что даже везде кидают. На что это самое. Угу. Разводку очередную хотели сделать. Да, я хуяр, да, да. Мы вот ты там договор составим, давай, перечисли нам 500 долларов, бля. А мы тебя закроем от этого. Я говорю, слышь, я никакого проблем у меня с полицией никаких проблем нет. Да бабай. Кошмар какой-то. Ты голодный, Казимама, я покушал, я голодный. На тебе ещё рыбные палочки можно. Там, правда, немножко есть муки. Может, тебе рыбину дать? Так, дай мне документы, давай. Пиво. Как же ты будешь работать, если ты поедешь пиво покупать? А, уже не поедешь? Нет, спасибо. Желания нет. Нормально ты работаешь. Два дня поработал. Завтра два дня. Три дня отдыхаешь. Ну, правильно, ну, хер с ним. Ты видел, что окна там разваливаются. Да у меня нигде, помимо окон. В отпуск мы не поехали. Понятно, потому что ты не работаешь. Вези меня в отпуск и всё. За что тебя повезу в отпуск? Ну, правильно. За что? Долгов 20 тысяч долларов, а у меня в отпуск добавится. Ну, так ты ж только оделаешь, что отдыхаешь, ты не работаешь. Вова, включила. Ты кричал, зачем мне YouTube? А теперь говоришь, включи. Я тебе хочу сейчас рассказать. Ты сейчас отписываешься. Ну. Сегодня я дозвонился к Виктору. Он мне всё сказал, что нужно делать, что твой аккаунт будет активирован после того, когда мы сделаем оплату. Он мне дал номер телефона. Я по этому телефону звонил, сидел 15 минут, и там играет только траурная музыка. Ну, я слышала. Утром, когда я разговаривал с другим человеком из этого Blue Clothes Blue Shield, она мне дала другой номер. Я думаю, дай-ка я тут включусь и позвоню по этому другому номеру. И на удивление меня соединили буквально через 5 минут. Разговаривал со мной товарищ по имени Джейсон. Я говорю, мне бы хотелось произвести оплату. Он говорит, а я хочу вас огорчить. Говорит, у нас система не работает. Я говорю, как не работает? Она вас не работала в пятницу. Она вас не работала в понедельник, вторник. Сегодня уже четверг. Говорю, она у вас опять не работает? Ну да, мы имеем такие проблемы с этим. Говорит, так пора уже поменять систему. Кошмар какой-то средневековья. Ну что я ему сказал? Мы с ним посмеялись. Говорю, ну ребята, вы можете сидеть, играть в карты. На компьютере. Или смотреть порно-муви. Он разоржался меня. Пожелали друг другу хорошего дня и все разбежались. Ничего не могу сделать. Ну а офис у них есть же? Оплату я не могу произвести и все. Ну а если подъехать к какой-то офису? Нет у них офиса. Я не знаю, куда ехать. Ну я у него не спросил, куда ехать. Оплату принять все равно должны внести в компьютер, Света. Ну я понимаю. Если у них система не работает, то куда ехать в офис? Так я не знаю, где офис у них. А мне нету времени ездить. Что ты не спросил? А ты мне не сказала спросила? Я хотел спросить. Сделать оплату. Я бы им дал номер карточки. Ну я понимаю, надо же было спросить насчет офиса. Может в офисе это быстрее бы решилось как-то. Так если в офисе не работает компьютер, как оно решится, если ты даже приедешь в офис? Ну они бы там взяли какую-то информацию у нас. Я тебе про Фомо, ты мне про Ерему. Может они бы занесли в свой внутренний компьютер, а потом бы уже во всю систему. Это сама звонит. Хочешь звонить сама? Все, я тебе сделал. Ой, Вова, ну ты не можешь сам догадаться. Я не могу даже. Я не такой умный как ты. Я тупой. Все, выключай. Выключай. 구. Пошелезы. Выключай. Да. Продолжение следует...